Приветствую вас, ну если отвечать на ваш вопрос прямо, то вы поступаете по отношению к себе не неверно, знаете, вот как говорите вы, да, неверно ли я поступаю к себе, это вообще не совсем так, да, вот, вы поступаете по отношению к себе деструктивно, вот так я бы выразился, то есть вы, по сути, по сути, поступаете к себе, ну очень, знаете, объяснения больше, скажем так, вот. И по факту, по факту, вы можете и дальше вести себя так же, но агрессия, которая у вас есть, она будет усиливаться, она будет становиться сильнее до тех пор, пока однажды вы, по сути дела, не взорветесь. Вот, не взорветесь и, ну как бы, не выплесните все, что у вас накопилось, да, самый ненудний момент, неподходящий момент и так далее. Это если ответит на ваш вопрос, ну вот, чисто прямо, да, но, конечно, с точки зрения психологии, да, подобная позиция связана с неуверенностью в себе, с подавлением своих, ну мыслей, своих желаний, да, вот. Запретом одиночества, непринятием себя, запретом на выражение своих, ну мыслей, вот. Запрет – это очень важная история. Вам, вот, ну в детстве вам, видимо, не позволяли вращать свои идеи, свои мысли, свое мнение какое-то, вот. То есть, постоянно критиковали и критиковали, ну, достаточно деструктивно, вот. Понимаете, и вы вот, собственно, приучились, да, к тому, чтобы не выражать свои мысли, да, свое мнение, вот. Ну, ради своих каких-то идей, ради своей выгоды возможно, ради какой-то цели. То есть, поведение, при котором вы выражаете свое мнение, не одобрялось, вот. Не одобрялось людьми окружающими вас, не одобрялось вашими близкими людьми, и всячески вы встречали от этого только лишь негатив. Вот. И отсюда, конечно, на уровне поведения, да, на уровне поведения, на уровне выгоды, на уровне целей, закрепилась эта идея, что я не должна говорить то, что я думаю, да, она должна говорить только то, что хочет выйти от меня, как бы, человек, вот. Ну и, совершенно, как бы, понятно, да, совершенно, понятно, что по итогу вы себя еще больше обесцениваете, загоняете в угол. Вот. Понятно, что ничего хорошего из этого не получается, вот. Понятно, что вы себя чувствуете уж ужасно, понятно, что вам рассказывается, что вы вообще ничего не знаете, что вы вообще, как бы, ну, ничего из себя не представляете, да. Ну и, собственно говоря, так далее, так далее. Вот. Вот это, конечно, весьма и весьма негативные аспекты, вот. Значит, такого вот восприятия, такого вот состояния, весьма и весьма негативные проявления, вот. Но все это можно оккупировать, все это можно скорректировать, можно раскрыть, во-первых, ваши собственные желания, да, можно раскрыть ваши собственные потребности, можно взять на себя ответственность за них, вот. То есть, все это, весь этот процесс, все это можно воссоздать заново, вот через, конечно, ну, через серию консультаций, безусловно, потому что, ну, понятно, наверное, да, что по-другому вам не помочь, по-другому вам не помочь. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, вот, это то, что действительно можно, можно, это то, что действительно можно сделать для вас, по крайней мере. Вот. А что нужно, да, что нужно? Ну, во-первых, я думаю, что нужно отслеживать, когда вы себя подавляете. И всем. И где вы себя подавляете. Это, наверное, первое, что вообще нужно сделать. Второе, это уверенность в себе, да, то есть разработка своих собственных целей, своих собственных ориентиров, ну, жизненных, вот, которые вам, может, позволили бы действовать определенным образом, ну, вне зависимости от того, с кем вы взаимодействуете, какие у вас отношения с человеком, с которым вы взаимодействуете, вот, и так далее. То есть это все тоже очень важный аспект, безусловно. Вот. Следующее, это отношение к ошибкам, к неудачам. Это выгода, выгода от ошибки, выгода от удачи, выгода от правильного действия, выгода от неправильных действий. Вот. Все это тоже нуждается в доработке и разработке. Следующий аспект, это снятие запрета на высказывание своего мнения и, значит, ну, как бы задача почувствовать, как это, когда я высказываю свое мнение. Вот. Далее, это ваше желание. То есть вот вы говорите, да, стараясь разделить его мнение, привести какие-то плюсы в его пользу, потому что никто не согласен и недопонимал. Вот. Для чего? Вот вам тут коллега уже не сказал, для чего, да, но я бы хотел, чтобы вы сами подумали, вот, для чего вы себя ведете так? Вот почему вы себя ведете так? Зачем вы себя ведете так? Конкретно. Вот. Понимаете? Вот это важно. Для вас, для вас, это важно. Какая цель? Вот. Боюсь, что плохо скажут, потому что, хорошо, а что вы о себе сами думаете? Получается то, что четкого представления о себе у вас-то и нет? Получается. Получается, что о себе-то у вас и нет адекватного представления, раз вы боитесь, что другие люди о вас подумают. А на чем базируются эти представления, представления других людей на субъективной оттенке? А ваше представление о себе на чем базируются на, базируются на мнении других людей? А мнение других людей с вами связано? Нет. Мнение других людей с вами не связано. Понимаете? То есть, мнение других людей о вас, предследует свою цель, не вашу. Вот. Вот. Ну, все это позволяет говорить о том, что не верите вы себе. Не доверяйте вы себе. Понимаете? Вы обманываете себя и вы обманываете других людей. Соответственно, нужно перестать обманывать и, соответственно, тогда вы не будете обманывать других людей. Вот. Соответственно, будете с ними истинно. Да, какие-то люди, безусловно, от вас отвернутся, какие-то люди, безусловно, отдалятся от вас, какие-то люди не разделят вашу позицию, каким-то людям вы вообще будете не нужны, вот, с такой. Но, тем не менее, это единственный шанс раскрыть наконец-то себя, раскрыть свой потенциал, вот, и, соответственно, уже получать большее удовольствие от жизни и более полное ее чувствовать. Вот так. Я рекомендовал бы вам подумать вот так же еще и над тем, что именно является вашей целью в жизни, то есть, ну, конкретно, вот, то есть, к чему вы сами стремитесь, какие у вас ориентиры и, как бы, что для вас важно. вот, потому что, когда люди боятся высказать свое мнение, да, они, как правило, своих собственных целей-то, в общем, не имеют. Им просто не имеют, как-то, или забыли о том, что вообще все им сами важно. И принимают, как бы, целиком, да, и интроектируют. Интроектируют. А потом люди над другим людям, надеясь раствориться у них. Вот. Понятно, что здесь и личные границы страдают, и психотическая модель поведения, то есть, зависимая от другого, появляется. Вот. То есть, подумайте вот об этом, пока это тоже вы можете сделать сам. Ну, а так, в этих случаях обычно индивидуальная работа. По-другому здесь никак не получится, понимаете. Тем более, что у вас вопрос, да, вот он, знаете, какой, какой, вы пишете, я поступаю неверно сама с собой, знаете, то есть, вы, говоря о том, что прислушиваетесь ко мнению других людей, спрашиваете у нас нашего мнения. Знаете, какая история. То есть, скажите, продолжайте свой, свой же сценарий. Скажите, продолжайте свою модель поведения. Вам спрашивали, вам бы, нужно спрашивать, вот у меня появляется агрессия, да, несогласие, вот, вот как бы я могла его выдавить, например, эту агрессию, не знаю, или помогите разобраться в себе, например, да, или там, скажите, что происходит. Вот это вот был бы такой более конструктивный вопрос. А так, запрос, точнее. А так, эм, то, что вы, то, что вы делаете, да, ну вот, то, что вы делаете, это, ну, по факту, да, это, по сути, вот, продолжение, то есть, как бы, именно продолжение того, что вы привыкли к делу всегда. То есть, знаете, вам одинаково неправильно будет сказать, что вы неверно поступаете, и одинаково неправильно сказать будет, что верно, потому что иногда согласиться со мнением другого человека, даже если ты не согласен, нужно. быть четкая цель, эта цель должна быть ситуативной. И она должна быть четко отображена в сознании человека. Вот. Если эта цель не отображена, если это поведение становится основной характеристикой, или одной из основных характеристик, что, по сути, это является, ну, ограниченностью, как бы. Ну, потому что иногда поведение, иногда мнение нужно высказывать, иногда нет. А вот так вот только не высказывать, или высказывать его постоянно, это не вариант. Ну, так. Поэтому, Анна, я полагаю, что вы спросите сами себя, чего вы хотите. Очень реально вот, что вы, ну, не берете платные консультации, да, то есть, как бы, не занимаетесь индивидуально с психологами, да, а только вот задаете вопросы бесплатные. Очень жаль, потому что, ну, вопросы, это не помогают решить проблему, понимаете. Они снижают обратную связь, как бы. Вот. И никакой работы, по сути, не ведется. Ну, я надеюсь, что я вам ответил на ваши вопросы. Ну, вот. Надеюсь, это вас сподвигнет на работу. Так вот, если не на сайте, то хотя бы очно вживую, если не доверяете психологам здесь, то хотя бы вживую поработайте, то есть, обратитесь там в психологический центр. Вам бесплатно помогут. Вот. Походите в группы, в группы, в группы общения, например, походите. То есть, как бы, ну, там, там, конечно, не бесплатно, но цены там гораздо более, как бы, доступны. Потому что, группы набирается, там, тридцать, тридцать, тридцать человек, да, там, в группе, например. Да, даже пятнадцать человек. Вот. Но они, это, это дешевле получается, чем индивидуально работа. Вот. А иногда, по эффекту, это даже лучше. Если у вас остались вопросы по моему ответу, пишите в личку. Буду помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Я люблю тебя. b